Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся. Первый матч нового сезона Единой Лиги ВТБ состоялся 5 октября. Новая команда, новая форма, обновленный интерьер баскет-холла. Все сошлось в матче «Уник-Зенит». Напомним, что данная игра стала и первой для Димитриса Прифтиса в роли главного тренера «Уникса». С каким результатом завершился домашний матч для казанцев в репортаже Владислава Сергеева. 5 октября в стенах спортивного комплекса «Баскет-холл» состоялось долгожданное открытие Единой Лиги ВТБ, где столкнулись две команды – «Уникс» и «Зенит». На заполненных трибунах собрались болельщики с нетерпением ожидающих матчей. Сегодня для них это особенно неожиданно, потому что обе их команд – обновленные составы. Казанцы представили десятерых новых игроков и нового тренера, на что питерцы ответили в семью баскетболистами. В начало первой четверти соперники вели борьбу на равных, но уже во второй половине первой четверти «Уникс» значительно закрепил за собой преимущества. Игра обновленного состава оказалась настолько слаженной, что гостям было трудно что-либо им противопоставить. Даже неоднократные таймауты не спасли «Зенит». Хозяева плотно прижали гостей к кольцу, не выпуская их оттуда. И так на протяжении последующих двух периодов. Подобная игра положительно сказывалась и на болельщиках, которые под начало третьей четверти начали поддерживать «Уникс» стоя. Третья четверть завершилась со счетом в 63-40, но «Зенит» смог мобилизовать усилия и четвертую четверть привел с оппонентом на одном уровне. Команды сыгрались и начали показывать именно тот баскетбол, которого и ожидали болельщики. Соперники на протяжении всех 15 минут обменивались бросками в кольца. Напряжение нарастало. Однако «Зениту» ход переломить не удалось. Финальный счет матча 94-60. То есть у нас практически все время между нами идут баттлы. Сегодня нам удалось выиграть с большой разницей. Считаю, что, наверное, навязали им свою игру. Приглашаем вас в баскетхолы на последующие матчи. Валеем за «Уникс» и желаем команде новых побед. Владислав Сергеев, Марина Вахрушева. Неделя спорта. Первая игра сезона в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан состоялась 5 октября на стадионе Тулпар. Соперниками сборной команды КФУ оказались футболисты Казанского энергетического университета. Обо всех подробностях данного мероприятия в следующем сюжете. Обилием голов ворота сборной КФУ ознаменовался старт нового сезона студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. 5 октября на стадионе Тулпар прошел матч «Первый тур» между студентами Казанского федерального университета и Казанского государственного энергетического университета. Команды подходили к этому матчу с хорошим настроем и готовы были отдать все силы для победы. Матч начался довольно интенсивно. Команда федерального с первых минут завладела мячом и инициативой, однако это не спасло их от пропущенного гола. Уже на четвертой минуте после ошибки центрального защитника сборной КФУ Даниара Шкурина мяч оказался у нападающего сборной КГУ Адели Сагдиева, и тот точным дальним ударом направил снаряд в сетку ворот. После пропущенного мяча команда Казанского федерального ринулся отыгрывать отставание, но кроме как опасность штрафной пробитой Станислава Козловым у ворот энергетического университета ничего создать не удалось. Сборная КГУ в свою очередь продолжала атаковать позиционно, что привело ко второму взятию ворот. После выхода один на один с вратарем отличился Дмитрий Чехловин, но на этом первый тайм не закончился, спустя некоторое время игроки сборной КГУ смогли забить третий гол. Поразил ворота соперников Артур Михтахов. Этот гол стал последним важным событием в первом тайме. Обменявшись в воротами во втором тайме и по ходу матча выпустив свежих игроков, команда Казанского федерально так и не смогла ничего противопоставить сборной КГУ. Постоянные атаки со стороны энергетиков заставили сборную КГУ прижиматься к своим воротам. В итоге сборная энергетического университета забила четвертый мяч. Насчет своих результативных действий записал гол Булат Барамыков. Сегодня нам не хватило сыгранности, потому что в индивидуальном плане мы все ребята хорошие, мы все играли, но тренировок было недостаточно для того, чтобы сыграться. Но сегодня была долгожданная игра, мы все ждали начала сезона. К сожалению, результат не тот, на который мы рассчитывали. Но я считаю, что все впереди, потому что из прошлого года в нашей команде осталось только четыре человека. Остальные все новые ребята. Я считаю, что нам нужно время для того, чтобы сыграться и показать уже более достойные и более хорошие результаты для наших болельщиков и для нашего университета. Вот таким получился сегодняшний матч между Казанским федеральным и Энергоуниверситетом. 4-0 не приговор. Сезон только начался, все еще впереди. Главное сыграться. Булат Салаватулин, Александр Детерев. Неделя спорта. 9 октября на стадионе Мира состоялся очередной матч в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. На площадке встретились сборник Ниту КХТИ и КНиту КАИ. Какого результата ожидали спортсмены и все ли у них получилось? Смотри в следующем сюжете. 9 октября в универсальном спортивном комплексе КНиту Мирас прошел первый тур в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. В национально-исследовательском дерби сошлись команда КНиту КХТИ и КНиту КАИ. На протяжении всей игры команда КХТИ владела инициативой и полностью контролировала ход матча. Большая часть первого тайма проходила на половине поля гостей, у ворот которых сборная КХТИ создала немало опасных моментов. Но голов в первой половине зрители так и не увидели. Конечно, виден опыт на самом деле игроков и в целом вся игра проходит на половине КАИ. Потому что я думаю во втором тайме мы сейчас пройдем их оборону и должны забить гол, возможно и два. Получив установку от главного тренера, после перерыва хозяева продолжили контролировать мяч и прижимать команду КАИ к своим воротам. На 45-й минуте очередная атака КХТИ завершилась угловым. После подачи Романа Барсукова самым расторопным в штрафной площадке оказался полузащитник хозяев Никита Мельников, который и забил единственный гол в этом матче. Сразу же после забитого мяча тренер КХТИ провел замену на укрепление обороны, что и принесло свои плоды. Сборной авиационного института отыграться так и не удалось. Игра закончилась со счетом 1-0. Диана Янтимирова, Даяна Камалова, Неделя спорта. Ну мы продолжаем программу Неделя спорта и сегодня у нас в студии футбольный обозреватель Александр Дегтярев. Саша, привет! Привет! Недавно стартовал новый сезон студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Что ты можешь сказать в общем о прошедших матчах первого тура? Ну матчей прошло достаточно мало, но уже первые промежуточные, так скажем, результаты прорисовываются. Уже видно, что команда Энерго-Университета вырывается в явные лидеры. Понятно, что Медицинский университет в явных аутсайдерах. Это в принципе все так же, как и в прошлом сезоне. Единственное, что не сыграло еще ни одного матча Павловская Академия. Ну и КФУ, конечно, очень расстраивает. Старт очень смазали в этом сезоне. Для наших зрителей я напоминаю результаты прошедших матчей. Сборная Энерго-Университета обыграла команду из Казанского федерального университета со счетом 4-0. Команда из архитектурно-строительного университета обыграла сборную КГМУ 5-2. В противостоянии к НИТУ сильнее оказались футболисты из КХТИ. Матч завершился со счетом 1-0. А во встрече между Энерго-Университетом и сборной КГМУ сильнее оказались энергетики. Счет в матче 3-1. Таким образом, сборная Энерго-Университета возглавляет турнирную таблицу. В их активе 6 очков. На втором месте сборная КГАСУ. У них, как и у обладателей третьего места, КНИТУ КХТИ в активе 3 очка. Остальные результаты вы видите на своем экране. Как оцениваешь игру сборной команды КФУ в первом туре? Сказать однозначно, что все плохо, конечно, нельзя. Это все-таки первый матч. У нас в сборной всего 4 футболиста, которые были заиграны в прошлом сезоне. Команда новая. Команде нужно время сыграться. Но есть определенный ряд ошибок, над которыми обязательно нужно поработать. Есть недопонимание действий партнеров. Какая-то явная несыгранность. Вот все, что можно сказать по этому матчу по-хорошему. Были ошибки, да, были привозы, были постоянные передачи назад и поперек поля. Но я думаю, 2-3 матча это все уйдет. Ребята начнут играть на достойном уровне. А что бы ты сказал в целом о результатах первого тура? Ну, все достаточно закономерно, как мне кажется. То есть энергетики играют командой сыгранной. Команда у них практически не изменилась, насколько мне не изменяет память. То есть они сыграны, они всех обыгрывают, идут потихонечку. К своему законному лидерству. Ну вот, да, Академия, конечно, еще не начала играть. Она появится и даст всем понять, что вот мы здесь настоящий лидер. Но остальные команды идут так, как они это умеют и могут. Я надеюсь, что не на своем месте здесь расположена только сборная КФУ. Как ты считаешь, какие линии в нашей сборной больше всего подвели в этом матче? Ну, нельзя так однозначно сказать защита или, может быть, вратарь нападения. Все, в принципе, сыграли неудачно. Я думаю, если бы кто-то играл более достойно, он бы выделялся из общего уровня сборной. Но такого не было видно. Я смотрел этот матч, находился там у кромки поля. Было заметно, что все ребята нервничают. У всех есть какие-то определенные проблемы, недопонимания. Я думаю, это все уйдет и не стоит выделять кого-то конкретного. Не надо говорить о том, что вот вратарь привез первый гол. Это просто негативно скажется на атмосфере внутри коллектива и на его собственных мыслях о его же игре. Надеемся, что исправится уже в следующем матче против сборной КГСУ, который состоится 13 октября в 10.00. Мы увидим абсолютно другую игру нашей команды. Ну, а тебе спасибо большое за такую интересную беседу. Но я напоминаю, что сегодня на студии был футбольный обозреватель Александр Дегтярев. Ну, мы продолжаем программу «Неделя спорта». Друзья, напоминаю, что 11 и 13 октября состоятся очередные игры в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. 11 октября сборная КГСУ играет против сборной Поволжской академии на стадионе «Буревестник». Начало матча в 11.00. А на стадионе «Тулпар» в 15.30 играют сборные КНИТУКАИ и КГУ. 13 октября сборная КФУ будет играть против КНИТУКА ХТИ. Начало в 10.00. Встреча пройдет на стадионе «Мирас». А на стадионе «Буревестник» Поволжская академия играет против сборной Медицинского университета. Начало матча в 11.00. На прошлой неделе мы показывали вам сюжеты про ГТО в рамках спорта-киады первокурсников КФУ. Сегодня поспели результаты и пора их огласить. Итак, в рамках ГТО первое место у набережной Челнинского института КФУ. В их активе 2169 баллов. На втором месте Институт управления экономики и финансов. У них 2141 очко. И замыкает тройку призеров Институт физики. У них 2140 баллов. Остальную восьмерку вы видите на экране. Таким образом, после трех дисциплин места в группах расположились так. В большой группе лидерство у набережной Челнинского института КФУ. В их активе 52 очка. На втором месте Институт управления экономики и финансов. У них 46 очков. Тройку замыкает Институты фундаментальной медицины и биологии. 42 очками в активе. Остальные результаты вы можете видеть на своем экране. В малой группе на первом месте Институт физики. У них ровно 50 очков. На втором Институт экологии и природопользования. В их активе 35 очков. Замыкает тройку Институт геологии и нефтегазовых технологий. У них 28 очков. Остальные результаты на вашем экране. Ну и на этом у нас все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова